Приветствую вас, друзья, вы на YouTube канале Судя Глёва, и сегодняшнее видео у нас в рубрике обзор товаров. Не часто мы снимаем видео в рубрику обзор товаров, но если и снимаем, то хотел вам показать действительно что-то очень интересное, порой даже уникальное. Такие вещи, например, которые я вижу впервые, и может быть достаточно полезными для вас, если вы о них узнаете. Так вот, сегодня, друзья, у нас удилище Universal Telepower от фирмы Anaconda. Друзья, это телескопическое фидерное удилище, тестом 50-150 грамм. С виду оно, конечно, похоже на Болонское, по большому счету, не совсем отличающееся от него, но, как вы знаете, на Болонском удилище кольца находятся на конце каждого колена. Здесь, друзья, их три колена, удилище трехметровое. И каким же образом, друзья, производитель сделал так, чтобы это удилище стало фидерным? Производитель добавил дополнительные кольца, которые скользят по удилищу, скользящие, и крепятся вот таким вот образом на удилище. Эти скользящие кольца нужны для того, чтобы можно было забросить кормушку весом 150 грамм, и чтобы это удилище не поломалось. То есть получается равномерная нагрузка оснастки на все удилище. То есть кольца не в конце каждого колена, как это сделано в классическом Болонском удилище, но еще и дополнительные скользящие кольца, которые крепятся по средине каждого колена. Вы поняли, да? То есть вот у нас второе колено, вот это скользящее кольцо, и это стационарное дальше идет. Потом следующее колено. Здесь скользящее кольцо, и такое же кольцо сосонарное. И самое интересное, друзья, на кончике, посмотрите, на квивертипе. Три скользящих кольца. Вы поняли? Три скользящих, и одно сосонарное на кончике. То есть если все кольца расставить там, где они должны быть, получается фидерное удилище. Представляете? Телескопическое фидерное удилище. Да, и самое интересное, что производитель не забыл про резинки, чтобы не бились эти кольца об колено. Вы поняли? То есть таким образом нагрузка распределяется на все кольца удилища, и из этого оно не ломается. Сейчас мы еще его испытаем, друзья. Возьмем 150-граммовый груз, и попытаемся забросить. Кольца крепятся к удилищу на трех ножках. Кольца с керамическими вставками из СИК. В весе грузило в 150 грамм. Кончик не так уж сильно и изгибается, скажем так. То есть у него достаточно большой запас прочности. Кольца сделаны очень качественно. И те, которые крепятся сосонарно, и те, которые плавающие. Вот эти резиночки, вы видите, да, на стыках колен, чтобы они не бились друг об друга. То есть сделано с умом, сделано качественно. Я, друзья, вам его рекомендую. Очень хороший вариант для любителей, то, что нужно. Друзья, вот такое испытание провели с удилищем Universal Telepower. от фирмы «Анаконда». С весом грузило в 150 грамм оно справилось очень хорошо. У него достаточно большой запас прочности. И поэтому грузило даже в 200 грамм ему будет не помеха. Что касается строя удилища. Удилища среднего строя, даже среднего быстрого, скажем так. Оно такое, больше даже клёсткое, а не лапша. И не гремит, не стучит. То есть как бы сами колено подогнаны нормально. То есть оно не шумит. Если кого-то заинтересовало данное удилище, ссылка есть в описании к этому видео. Кликайте и покупайте. Вот такой у нас получился обзор телескопического фидерного удилища. Universal Telepower от фирмы «Анаконда». Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал «Всё ли клёво». Ну, а я с вами проощаюсь. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.